Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Президент Республики Западной Армении Арманак Абрамян ответил на заявление МИД Ирана. В Арцахе среди других школ были вновь открыты некоторые школы в Шушинском районе. Стрельба в направлении культурного центра Святого Саака и Святого Месропа в Марселе. Значительный вклад в области военной географии журнала «Хайзим Вор» о новой книге полковника Амика Саядяна. Если пограничные вопросы будут решаться сегодняшними мерками, то возникнут споры и столкновения омбудсмен Республики Армения. Бассейн озера Ван Западной Армении скоро столкнется с проблемой воды. Систему Федаун организует онлайн-сбор средств для раненых в Арцахской войне военнослужащих. Интервью с Тиграном Лакмагёзяном, тюркологом, директором Центра ближневосточных исследований. Президент Республики Западной Армении Арманак Абрамян коснулся заявления министра иностранных дел Ирана Зарифа, в котором говорится, что Иран рад освобождению своих территорий дружественным братским Азербайджанам и их переходу под контроль азербайджанского народа. Президент Абрамян особо отметил, что Иран не может обосновать признание целостности Азербайджана. Это заявление – маленький политический шаг. С точки зрения Западной Армении Иран просто не обращает внимания на все союзные договоры, которые еще действуют. Конечно, мы с уважением относимся к Ирану как к древнему соседу исторической Армении, но можем точно сказать, что армянский народ этого не забудет. Наступит час справедливости. Мы просто посоветуем Ирану изучить историю, доказать, что Арцах азербайджанский. Если они смогут. Мы со своей стороны готовы доказать обратно любому, кто подвергнет сомнению эту реальность. Арцах – это исконно армянская земля. Практически во всех населенных пунктах Арцаха уже работают общеобразовательные школы. Об этом в беседе с Армен Пресс заявил заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Арцаха Микайл Амбарцумян. В результате войны мы потеряли 107 школ с 1764 учителями и 8155 учениками. Сейчас в поселках на территории Арцаха действует 110 школ. В школах Аскеранского, Мартунинского, Мартакерцкого и Степанагерцкого районов обучается около 1700 учеников. Из-за нахождения на границе не работают только школы, общин Мартуни, Тагаварт, Калер и Села. Шинек Аскеранского района, в частности школа Шинека, находится примерно в 120 метрах от границы. Из-под контрольных Арцаху населенных пунктов в Шушинском районе действуют школы в Хиншене и Яхцахохе. А школа в Мэтшен до сих пор отзакрыта из-за нехватки учеников. Сейчас в Лесогоре всего два ученика. По словам директора школы, в ближайшее время количество учеников увеличится. Школа начнет работать и здесь. В Кашатакском районе работает только школа Ахавно, которую временно посещают и ученики из Неркинсуса. Насколько мне известно, в Бердзоре тоже есть школьники. Они будут ездить в школу Ахавно на машинах, пока не решится вопрос о статусе Бердзора, сказал замминистр образования. В Марселе стреляли в культурный центр Святого Саака и Святого Месропа. Об этом говорится на странице в Фейсбуке Армяне сегодня. Инцидент произошел 24 января около 18.40. В центре учатся 250 детей. Беспокойство безгранично. Уверен, что власти обеспечат дальнейшую безопасную деятельность центра. Нас не сломить, заявил глава колледжа Бувян Карен Хуршудян. Полиция посетила и изучила место происшествия. Пуля пробила окно на втором этаже, где шел урок фортепиано. Пострадавших нет. В связи с инцидентом руководство центра подало жалобу в полицию. Подобные случаи ранее имели место также в Берлине, в Сан-Франциско, Париже и Десине, где вандалы осквернили памятник Кумитасу и мемориал геноцида против армян. В эти действия вовлечены члены турецкой радикальной группировки «Серые волки», деятельность которой во Франции запрещена. Журнал «Хазимвор» Министерство обороны Республики Армения сосался на недавно неопубликованную работу министра обороны Западной Армении полковника Амекса Адяна в военной географии Армении Еревана 2020 год. Эта работа вносит значительный вклад в нашу относительно новую область науки, поскольку автор впервые в армянской действительности представляет военную географию как самостоятельную отрасль науки. Подсистему системы географических наук, изучающей использование географической информации метод решения военных задач. Научный труд полковника Адяна, несомненно, имеет важное научно-политическое и научно-практическое значение, особенно с учетом сложных геополитических процессов, происходящих сегодня в мире, в частности на Ближнем Востоке, который находится в непосредственной близости от нашей страны. Статья доступна по следующей ссылке. Защитник прав человека Армении Арман Татуян выступил в заявлении, в котором подчеркивает, что из архивных документов очевидно, что если пограничные вопросы будут решаться сегодняшними недопустимыми мерками, возникнут споры и конфликты. Арман Пресс представляет заявление защитника прав человека Армении. Чтобы разделить Армению в Арцах, в 1923 году по инициативе Сталина 1921 года искусственно была создана провинция Красный Курдистан. Эта провинция включила территории от Карвачара до Иранской границы и от Мрава до Аракса. Более того, именно те территории, которые частично входили в границы Советской Армении, были присоединены к Азербайджану. Этот вопрос требует отдельного рассмотрения. Архивные документы, связанные с определением границ того периода, сегодня имеют принципиальное значение для защиты прав приграничных жителей Республики Армения. Например, для разрешения пограничных споров между Красным Курдистаном и Зангизурским уездом, Армении в октябре была сформирована комиссия, действовали разные комиссии. В то время работы по демаркации границы с Азербайджаном шли с серьезными проблемами. Архивные документы убедительно доказывают, что чем неопределеннее будут пограничные вопросы или будут решаться сегодняшними недопустимыми техническими методами, тем больше будут нарушаться права жителей сел, возникнут споры и конфликты. Мы должны учитывать все ошибки, сделанные в прошлом, извлечь из них необходимые уроки и не допускать нарушения прав народа Армении. Профессор кафедры географии и литературного факультета Столетнего университета Вана в Западной Армении доктор Фарук Алладиноглу сделал следующее заявление. В ближайшем будущем бассейн озера Ван столкнется с проблемой как питьевой, так и от растительной воды. 11 января 2021 года в НАСА опубликовалось снимки, показывающие критическое состояние подземных вод Западной Армении. Согласно ранее опубликованным картам Департамента Метеорологии, которые ясно показывают экстремальную, очень суровую, сильную засуху, в большей части Западной Армении из-за отсутствия дождя карта, выпущенная НАСА, также указывает на опасную засуху. Профессор предупредил, это серьезное предупреждение, если мы не передвидим меры, не решим эти проблемы, если не будут созданы подземные резервуары, то через 20 лет эту проблему уже никак не решить. Мы не сможем решить проблему орошения сельскохозяйственных угодий, лишимся особенно питьевой воды. Всемирно известная рок-группа «Система Фудан» организует 30 января онлайн-сбор средств в поддержку военнослужащих раненых в Арцахской войне. Об этом сообщает Арминпресс со ссылкой на официальную страницу группы в Инстаграме. Даже после объявления о прекращении огня, подписанного 10 ноября 2020 года, герои-раненые в ходе конфликта по-прежнему остро нуждаются в протезировании, улучшенном лечении и медицинской помощи. Мы организуем мероприятие по сбору средств в прямом эфире, чтобы собрать деньги на реабилитацию сотен солдат, потерявших конечности, и на представление им протезов, говорится в заявлении. Онлайн-сбор средств состоится 30 января на YouTube-канале группы. Сразу после онлайн-мероприятия состоится официальная премьера клипа на песню «Cenicidal Humanoids». В эфире телекомпании Western Armenia TV директор Центра ближневосточных исследований тюркулок Тиран Элок Макюзян представил свою деятельность, проводимую в различных регионах Западной Армении, особенно в районе Дерсима, где он преподавал западноармянский язык. Господин Лок Макюзян рассказал о проблемах с образованием местных армян и о проблемах скрытых армян-христиан и нехристиан, проживающих в Ване, Амшене и других частях Западной Армении. Интервью доступно на нашем сайте и на YouTube-канале. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль «Акунг». Субтитры подогнал «Симон» Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!